всем привет меня зовут илья и в этом видео мы сегодня с вами выучим минорную и мажорную пентатонику в пяти позициях по всему грифу и посмотрим на примере музыкальных упражнений где и как это можно использовать во благо вашей игры на бас-гитаре в общем садитесь берите инструмент и поехали итак начнем с самого начала что же такое пентатоника мы посмотрим на примере до мажора вот у нас нота до 1 ступень и построим до мажорную гамму которого все наверняка уже миллион раз играли знаете а до 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 начинать диатонической системе 7 основных ступеней 1 2 3 4 5 6 дальше идут вспомогательные еще ступени 8 9 так далее на кто выше но основные 7 это диатонически в пентатонике упрощенный вариант и пентатоник стоит не 7 а из пяти ступеней давайте посмотрим как это звучит до мажорная пентатоника 1 2 3 4 5 ступени дальше 1 1 вот у нас таким вот образом ничего сложного выглядит до мажорная пентатоника здесь мы играем по сути тот же до мажор но мы выкидываем здесь 2 ступени выкидываем 4 и 7 ступень потому что они тут у нас образуют полутона будут образовать если мы их добавим а в пентатонике нет полутонов вот так вот соответственно что нам дает такой подход к пентатоник когда мы ее рассматриваем по всему грифу и раскладываем по пяти позициям во первых это очень эффективный простой способ выйти из из узких рамок одного паттерна примеру до мажорной пентатоники мы ее выучили и не знаем другие позиции не учим соответственно мы скованы скованы психологически но если мы выучим пять позиций то мы можем уже соответственно найти еще какие-то ходы соответственно также выучить гриф развить беглость пальцев и обогатить собственно свои свой музыкальный арсенал какими-то возможностями для построения фраз рифов и так далее в общем давайте начнем изучать пять позиций пентатоники начнем мы конечно же с мажора дальше перейдем к минору по тем же принципам значит первую позицию мы по факту уже выучили до мажорной пентатоники первая позиция от ноты до далее меняем позицию и начинаем играть те же ноты но ты не меняются в зависимости от позиции все те же ноты в тональности будут это соответственно до ре ми соль ля эти ноты они так и останутся с нами но мы здесь играем уже от второй ступени и соответственно оформляем это в новую позицию чтобы было удобнее играть и был больше охват соответственно вторая позиция будет выглядеть так общепринятая аппликатура которую в основном все используют конечно можно тут развить например сыграть низ сюда добавить что больше был охват ну в игровой практике скорее всего вы так и будете делать но мы сегодня учим чисто пентатонику без наворотов пока значит далее у нас по тому же принципу делаем третью позицию третью позицию третью гамму строим у нас получается уже одно то ми мы играем будет третья позиция четвертая позиция и пятая дальше у нас мы опять возвращаемся нашу первую позицию только на октаву выше вот таким образом мы сыграли с вами и в голове представили потренировали вот эти вот пять позиций они довольно легко запоминаются и на мой взгляд они запоминаются легче чем при диатонические гаммы потому что меньше нот и пример выучить пентатонику например кому тяжело диатонику пока выучить новичка можно начать пета тоники выучить пока вот эти позиции которые из 5 absor это будет в принципе ну справедливо рационально начинает с меньшего если строго трудно запомнить сразу диатонику примеру вот это тема она есть учебного заведениями музыкальные школах училища как бы прям так и звучит петлатоник в пяти позициях поэтому я думаю это будет вам полезно допустим мы с вами выучили пять позиции пентатоника, сыграли по всему грифу от до до до, уверенно себя чувствуем, соответственно, можем двигаться дальше. А дальше мы с вами посмотрим, как это можно использовать. Как эти знания только что нами получены, выучены. Эти позиции можно использовать в реальной игре, в реальной практике при построении рифов к примеру, соло и тому подобное. Давайте посмотрим. Значит используем тонализ до, по классике тоже самое, до у нас здесь в принципе на басу не важно какая тональность, просто двигать руку и все. Соответственно, по классике, у нас будет до. Что мы будем делать? Мы будем дополнять наш риф, заполнять его нотами сначала из второй позиции, потом из третьей, из четвертой, из пятой позиции поочередной. Послушаем, как это будет звучать. Это довольно прикольное упражнение, на мой взгляд. Оно развивает и видение грифа, и беглость пальцев, и как бы какие-то... позволяет запомнить какие-то фразы и использовать их потом в реальной игре. То есть, вы, например, придете на какой-то джем, не знаю, на репетицию. Так, опа, надо что-то запомнить. А вот так, хопа, я же вчера смотрел Алюшу-басиста и, так сказать, пять позиций пентатоники выучил. И раз, вот такие уже, хопа, вторая, третья, четвертая, и все просто офигели от вашего скилла. Поэтому как бы давайте, так скажем, выучим. Значит, давайте возьмем наш риф. Мы сейчас заполнили наш вот этот стиль ипасториуса, рифачок фанковый, и с второй позиции, вот на вторая позиция. Играем квартами, потому что здесь, опять же, мне нравится кварт, в такой позиции. Давайте перенесем теперь эти же интервалы, только, к примеру, на третью позицию. У нас третья позиция. Она будет выглядеть так. Давайте послушаем. Лишний нот сыграл, так. Вот таким вот образом. И старую позицию. Вот таким вот образом, друзья, мы сыграли наш риф, не меняя его. До мажора аккорд, обыграем. И сыграли по одинаковой фразе из всех пяти позиций. Может быть, это какой-то сложный вариант. Можно просто попробовать чистый, там, не знаю, шестнадцатый. И так далее. То есть, какие-то более простые варианты для себя находите. Но просто чередуйте. То есть, будете, например, заниматься после этого видео, попробовать придумывать какие-то свои вот эти вот заполнения на основе поочередно. Сначала второй позиции, третий, четвертый, пятый. В зависимости от вашего скилла, от вашего вкуса, от ваших возможностей, от того, чего вы хотите. В общем, упражнение довольно, на мой взгляд, музыкальное, прикольное. То есть, можно и посочинять, и потренироваться, видеть вот этот гриф. На что я рекомендую здесь обратить внимание, если вы будете играть это упражнение, на ноту до. Это у нас является тоникой. Мы с нее начинаем. В данном случае это до, потому что до мажорная пентатоника. У нас мы, соответственно, работаем в тональность до мажор. Если вы будете это играть, соответственно, крайне необходимо, крайне важно обращать внимание на эту до и в каждую позицию искать. И она здесь будет важной, и вокруг нее будет, по сути, все крутиться. Например, в первой позиции у нас до. Это вот у нас, мы с нее начинаем. Во второй позиции до у нас будет уже здесь, как пятая нота. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, вот эта мини-гамма из пяти ступеней, она будет крутиться вокруг этой до во второй позиции. Соответственно, третья позиция. До у нас вот здесь. Обратили внимание на нее. То есть, опять же, все подчинено здесь этой ноте до. Соответственно, далее у нас идет четвертая позиция. Опять же, вот у нас нота до. Опять же, обратили внимание. И пятая позиция. Вот нота до у нас. Соответственно, опять же, каждый раз, когда вы переносите на новую позицию руку, обращайте внимание, где у вас находится до. Ищите ее всегда, визуально хотя бы представляйте. Итак, переходим к минору. И здесь все для вас будет гораздо проще. В том случае, если вы уже освоили мажор, сыграли его в пяти позициях по всему грифу, поняли, как это состроится. Соответственно, с минором все будет то же самое. Все те же позиции, только в другом порядке мы играем их. Это происходит из-за того, что у каждого минора есть свой параллельный, идентичный с теми же нотами мажор. Соответственно, параллельный минор, параллельный мажор. Здесь мы будем рассматривать до. Опять же, от ноты до. Соответственно, мы строим до минор на пентатонику. И это у нас, соответственно, получается первая позиция. В таком случае у нас тональность меняется. Это уже не до мажор, как вы уже поняли. Это будет до минор. Значит, первая позиция мы уже выучили. Вторая позиция. Соответственно, здесь будет вторая позиция. Вторая позиция в миноре будет идентичной первой позиции в мажоре Вот у нас получается та первая позиция, которую мы только что в мажоре рассматривали Она будет идентична второй в миноре Соответственно дальше третья в миноре Она идентична второй в мажоре и так далее Давайте все вместе это проиграем И вот мы пришли соответственно в ту же первую позицию в миноре только на октаву выше Поэтому вы уже тут можете сами, рекомендую тоже упражнение, попробовать самостоятельно Только на основе минора Поиграть от каждой позиции сначала аккорд первой ступени Какой-то риф придумайте, как домашнее задание, например Придумайте простой риф по аналогии с моим И заполняйте сначала первая позиция, допустим даже Можно с первой начать, потом вторая, третья и так далее И чередуйте Можно использовать одни и те же интервалы, одни и те же фразы И тем самым тренировать Вот такой вот минор, вот так вот А на этом сегодня все, дорогие друзья Постарался максимально сжато, максимально без воды по делу, так сказать, говорить Вроде сказал все, что хотел В качестве также домашнего задания, опять же, можете поиграть в разных тональностях Вот мы сегодня рассмотрели только в тональности до До минора, до мажора, соответственно Можете поиграть от ре, например, тоже будет хорошая практика Везде, во всех учебниках, во всей литературе Рекомендуется всегда проигрывать во всех тональностях Опять же, попробуйте от 4 струна, от 5 и так далее Придумайте какие-то свои ходы В общем, творческий подход никто не отменял, как говорится Вот так вот Значит, к этому видео также будет приложение в PDF и в Guitar Profile Я оставлю на своем Boost для всех открытый доступ Заходите, скачивайте Будет, то есть, прям в списочек, в столбичек Все удобно Первая позиция, вторая, вторая, третья То есть, садитесь, прям разбирайтесь С табами, с нотами, очень удобно Кто хочет, так сказать, этой темой позаниматься Вдохновиться, какими-то обогатиться новыми приемами Новыми идеями, так сказать, творчества В общем, welcome, на Boost заходите, подписывайтесь Вот так вот Спасибо, что посмотрели Всем респект за просмотр Не забывайте колокольчики, подписочки В ВК заходите, на Boost заходите Все как положено Всех жду, всех люблю Любовь, доброта Всем пока